У этого ролика будет много лайков от любителей антиутопии, потому что сейчас за 10 минут вы узнаете о чем написал Олдос Хаксли в своем романе о дивный новый мир. Хочешь знать, что было написано в других? Пиши их название в комментарии и не забывай делиться с друзьями. Действие этого романа антиутопии происходит в вымышленном мировом государстве. Идет 632 год эры стабильности, эры Форда. Форд, создавший в начале 20 века крупнейшую мобильную компанию, почитается в мировом государстве за Господа Бога. Его так и называют «Господь наш Форд». В государстве этом правит технократия. Дети здесь не рождаются. Обладотворенные искусственным способом яйцеклетки выращиваются в специальных инкубаторах. Причем выращиваются они в разных условиях, поэтому получаются совершенно разные особи. Альфы, беты, гаммы, дельты и эпсилоны. Альфы как бы люди первого сорта, работники умственного труда. Эпсилоны – люди низшей касты, способны лишь к однообразному физическому труду. Сначала зародыши выдерживаются в определенных условиях, потом они появляются на свет из стеклянных бутылей. Это называется раскупоркой. Младенцы воспитываются по-разному. У каждой касты воспитывается пиетет перед более высокой кастой и презрение к кастам низшим. Костюмы у каждой касты определенного цвета. Например, альфы ходят в сером, гаммы – в зеленом, эпсилоны – в черном. Стандартизация общества – главное в мировом государстве. Общность, одинаковость, стабильность – вот девиз планеты. В этом мире все подчинено целесообразности во благо цивилизации. Детям во сне внушают истины, которые записываются в их подсознании. И взрослый человек, сталкиваясь с любой проблемой, тотчас вспоминает какой-то спасительный рецепт, запомненный им во младенчестве. Этот мир живет сегодняшним днем, забыв об истории человечества. История – сплошная чушь. Эмоции, страсти – это то, что может лишь помешать человеку. В дофордовском мире у каждого были родители, отчий дом, но это не приносило людям ничего, кроме лишних страданий. А теперь каждый принадлежит всем остальным. Зачем любовь, к чему переживания и драмы? Поэтому детей с самого раннего возраста приучают к эротическим играм, учат видеть в существе противоположного пола партнера по наслаждениям. И желательно, чтобы эти партнеры менялись как можно чаще, ведь каждый принадлежит всем остальным. Здесь нет искусства, есть только индустрия развлечений. Синтетическая музыка, электронный гольф, синоощущалки, фильмы с примитивным сюжетом, смотря которые ты действительно ощущаешь то, что происходит на экране. А если у тебя почему-то испортилось настроение, это легко исправить. Надо принять лишь один-два грамма сомы, легкого наркотика, который немедленно тебя успокоит и развеселит. Сомы грамм и нету драм. Бернард Маркс – представитель высшего класса, альфа-плюсовик, но он отличается от своих собратьев. Чересчур задумчив, меланхоличен, даже романтичен. Хил, чедушен и не любит спортивных игр. Ходят слухи, что ему в инкубаторе для зародышей случайно впрыснули спирт вместо кровезаменителя, поэтому он и получился таким странным. Линайна Краун – девушка Бета. Она хорошенькая, стройная, сексуальная, про таких говорят пневматичная. Бернард ей приятен, хотя многое в его поведении ей непонятно. Например, ее смешит, что он смущается, когда она в присутствии других обсуждает с ним планы их предстоящей увеселительной поездки. Но поехать с ним в Нью-Мексико, в заповедник, ей очень хочется, тем более, что разрешение попасть туда получить не так-то просто. Бернард и Линайна отправляются в заповедник, туда, где дикие люди живут так, как жило все человечество до эры Форда. Они не вкусили благ цивилизации, они рождаются от настоящих родителей, любят, страдают, надеются. В индейском селении Мальпараиса Бернард и Линайна встречают странного дикаря. Он не похож на других индейцев, белокурый, говорит на английском, правда, на каком-то древнем. Потом выясняется, что в заповеднике Джон нашел книгу, это оказался том Шекспира и выучил его почти наизусть. Оказалось, что много лет назад молодой человек Томас и девушка Линда поехали на экскурсию в заповедник. Началась гроза, Томас сумел вернуться назад в цивилизованный мир, а девушку не нашли и решили, что она погибла. Но девушка выжила и оказалась в индейском поселке. Там она и родила ребенка. А забеременела она еще в цивилизованном мире. Поэтому и не хотела возвращаться назад, ведь нет позора страшнее, чем стать матерью. В поселке она пристрастилась к мескалю, индейской водке, потому что у нее не было сомы, которая помогает забывать все проблемы. Индейцы ее презирали, она, по их понятиям, вела себя развратно и легко сходилась с мужчинами, ведь ее учили, что совокупление или по-фордовски взаимопользование это всего лишь наслаждение, доступное всем. Бернард решает привести Джона и Линду за оградный мир. Линда всем внушает отвращение и ужас, а Джон, или дикарь, как стали его называть, становится модной диковинкой. Бернарду поручают знакомить дикаря с благами цивилизации, которые его не поражают. Он постоянно цитирует Шекспира, который рассказывает о вещах более удивительных. Но он влюбляется в Линайну и видит в ней прекрасную Джульетту. Линайне листит внимание дикаря, но она никак не может понять, почему, когда она предлагает ему заняться взаимопользованием, он приходит в ярость и называет ее блудницей. Бросить вызов цивилизации дикарь решается после того, как видит умирающую в больнице Линду. Для него это трагедия, но в цивилизованном мире к смерти относятся спокойно, как к естественному физиологическому процессу. Детей с самого раннего возраста водят в палаты к умирающим на экскурсии, развлекают их там, кормят сладостями, все для того, чтобы ребенок не боялся смерти и не видел в ней страдания. После смерти Линды дикарь приходит к пункту раздачи Сомы и начинает яростно убеждать всех отказаться от наркотика, который затуманивает им мозги. Панику едва удается остановить, напустив на очередь пары Сомы. А дикаря Бернарда и его друга Гельмгольца вызывают к одному из десяти главных управителей, его фордейшеству Мустафе Монду. Он разъясняет дикарю, что в новом мире пожертвовали искусством, подлинной наукой, страстями, ради того, чтобы создать стабильное и благополучное общество. Мустафа Монд рассказывает о том, что в юности он сам слишком увлекся наукой, и тогда ему предложили выбор между ссылкой на далекий остров, где собирают всех инакомыслящих, и должностью главного правителя. Он выбрал второе и встал на защиту стабильности и порядка, хотя сам прекрасно понимает, чему он служит. «Я не хочу удобств», – отвечает дикарь. «Я хочу Бога, поэзию, настоящую опасность, хочу свободу, добро и грех». Гельмгольцу Мустафа тоже предлагает ссылку, добавляя, правда, при этом, что на островах собираются самые интересные люди на свете, те, кого не удовлетворяет правоверность, те, у кого есть самостоятельные взгляды. Дикарь тоже просится на остров, но его Мустафа Монд не отпускает, объясняя это тем, что хочет продолжить эксперимент. Тогда дикарь сам уходит от цивилизованного мира. Он решает поселиться на старом заброшенном авиамаяке. На последние деньги он покупает самое необходимое – одеяло, спички, гвозди, семена, и намеревается жить вдали от мира, выращивая свой хлеб и, молясь, Иисусу ли, индийскому ли богу Пуконгу, своему ли заветному хранителю орлу. Но как-то раз кто-то, случайно проезжавший мимо, видит на склоне холма страстно бичующего себя полуголого дикаря, и снова набегает толпа любопытных, для которых дикарь – лишь забавное и непонятное существо. «Хатим бича! Хатим бича!» – скандирует толпа. И тут дикарь, заметив в толпе линайну, с криком «Распутница!» бросается с бичом на нее. На следующий день пара молодых лондонцев приезжает к маяку, но, войдя внутрь, они видят, что дикарь повесился. Еще больше книжек за 10 минут ты найдешь в одноименном плейлисте по ссылочке из описания. Прослушай их все. Ребята, у меня для вас хорошие новости, потому что в плейлисте «Книга за 10 минут» уже аж 20 роликов, так что если вы что-то пропустили, то я настойчиво рекомендую вам все-таки заглянуть туда и ознакомиться с моими трудами. Кстати, я все еще жду от вас комментариев с тем, какие бы еще книги вы хотели бы услышать, точнее, пересказы, какие книжек вам интересны. И также можете написать, что вы думаете, в принципе, о таком формате, может быть, какие-то пожелания о музыке, еще о чем-то. В общем, любая обратная связь и любой фидбэк мне интересен, а на все ваши комментарии я обязательно отвечу. Так что пишите и спасибо. Понравилось услышанное? Тогда оставь комментарий с текстом о дивный новый мир. Кстати, на канале уже есть пересказы всех основных антиутопий, поэтому рекомендую тебе ознакомиться с ними в плейлисте «Книга за 10 минут». А если они тебе нравятся, обязательно поставь им лайк и поделись в своих социальных сетях. Кстати, не забывай про колокольчик, с ним ты ничего не пропустишь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...